Уважаемые коллеги, я представляю еще одного нашего экспонента выставки HitElectro, уже постоянного участника, а также участника наших интервью, которые вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube. И также у нас был репортаж на производстве с этой компанией. Это Геннадий Пашинин, учредитель ГК Тех. Геннадий, приветствую. Здравствуйте, Дарья. Да, мы действительно уже знакомы, можно на «ты». Расскажи, пожалуйста, как впечатление о выставке, как, в принципе, помогает ли выставка бизнесу, насколько она связывает различных участников, вот твое личное впечатление. В этом году выставка заметно живее и больше, чем в прошлом. Тут, как говорится, несмотря ни на что, все растет и развивается. В целом эффект выставки всегда положительный. Много новых клиентов. Сюда приезжают клиенты, в основном уже знающие, чего хотят. Которые приезжают с конкретными вопросами и за конкретными решениями. Всегда приятно видеть своих конкурентов. В этом году все резко ушли в сторону азиатского продукта. И немножко не по себе видеть большие компании, которые ссоциировались с хорошими европейскими продуктами, с иероглифами на стенде. Но в целом выставка живая, много приходит клиентов, много тематических производителей появилось новых, много новых брендов в этом году по сравнению с прошлым. Так что в этом году прям интересно. Расскажи, пожалуйста, про ваши новинки в производстве. Может быть, какие-то инновационные продукты у вас появились, какие-то новости компании. Что произошло? Так много. Такой год насыщенный. Сколько у нас есть? Час. Ладно. Главная новость. Мы наконец застроили, запустили собственное производство в Ленинградской области. Теперь у нас не арендованы, а свои площади тех. Производим, как и прежде, на всех тех же комплектующих MAN. Всех удивляет, что они до сих пор есть и есть. Никаких проблем ни с поставкой, ни с запасными счетами не возникает. У нас все так же работает, как работало. У нас есть новинки в линейке в виде отечественного двигателя, по сути того же MAN, но собранного уже здесь на нашем производстве. Есть несколько экспериментальных машин, которые сейчас в стадии испытаний. Но в целом линейка осталась та же. Из таких глобальных событий это запуск собственного сервера. Если раньше наш удаленный мониторинг осуществлялся через чешский сервер, всем известный, какой он был отключен. И в течение двух дней после его отключения мы запустили свою разработку. Теперь все электростанции тех и все, кто у нас на обслуживании, все свои данные передают через сервер, находящийся у нас в России и полностью на российском программном обеспечении. А новое производство – это какой метраж? Чуть больше тысячи квадратов сейчас, но вот уже приходится расширяться. Если сейчас приедете, у нас уже наши электростанции стоят за производством контейнера, потому что уже не лезет. То есть пока строили, объем чуть вырос, производство, уже не влезет к нам. Как-то расширилась география клиентов? География клиентов? Да нет, нам сложно переблюнуть сахалин, с которого мы начали. Поэтому по-прежнему юг, очень много аграрного бизнеса идет, очень много появилось клиентов обрабатывающей промышленности, потому что у них сейчас большая загрузка по заказам, электричества не хватает, все приходят. То есть промышленность в стране растет, соответственно, растет и спрос на наши установки. Спасибо большое.